Не платишь налоги, придется расстаться с имуществом. Хозяин этой машины несколько лет не платил транспортный налог. В итоге задолжал более 50 тысяч рублей. Теперь на его автомобиль наложен арест. Машина будет продана на торгах. Вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности. Наложение ареста на имущество, говорят приставы, не единственная мера. Если у должника имеется задолженность, и задолженность не оплачена в течение пяти рабочих дней после уведомления должника, то, соответственно, взыскивается сумма исполнительского сбора, это 7%. Также ограничивается выезд за пределы Российской Федерации, обращается в взыскание на счета, выставляются запреты на недвижимость, если это большая сумма, и транспортные средства. Узнать, имеются ли задолженности без лишнего труда может каждый налогоплательщик. Для этого нужно зайти в личный кабинет специального электронного сервиса налоговой инспекции. Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, нужно в любой налоговый орган, доступный данному физическому лицу, подать соответствующие заявления. Налоговый орган на основании поданного заявления выдает парольную карту, с помощью которой осуществляется первоначальный вход в личный кабинет, и дальше меняется пароль по усмотрению самого налогоплательщика. Только в советском районе Самары злостными неплательщиками являются более 370 человек. Общая сумма их долга свыше 30 миллионов рублей. Налоговые инспекторы советуют не затягивать с уплатой и еще раз напоминают о крайнем сроке 1 октября. В противном случае разговор с неплательщиками будет короткий. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.